Эта ночь разделила жизнь челнинской семьи на до и после. Потеря кормильца, любящего отца, сына, брата, после первого судебного слушания привела потерпевшую сторону на телевидении. Ильгиз Хатипов после этой потасовки в ночном кафе чудом остался жив, заявили родные. Вот только теперь молодой человек прикован к кровати, не может говорить и даже есть самостоятельно. В этой истории, где пока вопросов больше, чем ответов, разбирался Егор Орлов. Мы не рекомендуем просмотр этого сюжета особо впечатлительным и несовершеннолетним телезрителям. Не отпускают, потом только вот когда эти вот массажи делаешь, из которых, там только отпускают. Те декабрьские дни близкие, страшное не верили до конца, хотя обзванивали больницы и морги. С фотографией молодого человека оббежали всю округу. В одном из кафе фото узнали. Не вдаваясь в подробности, сказали, что отсюда его увезли на скорой в БСМП. Сказали, что состояние очень тяжелое, не знаем, останется, не останется. Вот мы обратно домой шли и ждали момент. И каждый день он в коме, сказали им потом. Каждый день ждали, вот 11 часов, там вышел врач и состояние надежды у нас не было никакого. Тяжелая черепно-мозговая травма. Удаление ушибленной части головного мозга. Клинический диагноз занимает несколько строчек, где один термин страшнее другого. Но Ильгис Хатипов вышел из комы. Благодаря чуду начал сам дышать и теперь родные заботятся о нем дома. Лекарства и смеси для кормления через зонт стоят немало. Тяжелое состояние, конечно, и хочется и плакать, и бывает, что депрессия. Просто я себе не позволяю этого, потому что я знаю, что на моих плечах двое детей, мне их надо воспитывать. Если они будут видеть мое такое состояние, то передается им же. Я не имею права сейчас как бы распускаться. Словно насмешка судьбы. Кафе, в котором в ту роковую ночь с 19 на 20 декабря разворачивались события, называется Дружба. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как между Ильгизом и еще одним мужчиной произошел конфликт, который закончился вызовом скорой. Ссора произошла в холле. Последовал первый удар. Некоторое время спустя Ильгиз, который, видимо, думал, что конфликт исчерпан, был снова атакован в зале около столиков. Далее нападавший перешагнул через поврежденного противника и вышел. Помогать не собирался тогда и до сих пор ничем не помог, отмечают родные пострадавшего, который останется теперь инвалидом. По закону, там якобы, что пишут, как будто он упал от удара, он в ком и ушел. На 70 лет, типа, у нас же идет амнистия. Ну и вот, хотят со 111 на 118 вытянуть, чтобы наказание избежать. Под амнистией человек попадает. На сегодня, после решения Госдумы об амнистии, разница между причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности, статья 111, и умышленным, статья 118, реальный срок. Почему следователи довели дело до суда с обвинением по более мягкой статье, родственники не понимают. Изначально все факты скрывали, то, что виделись, то, что не видели, кто ударил. Вот то, что я читала по делу, ни один из свидетелей там не видел удара. Все, такое ощущение, как будто все на данный момент с кафе вышли. Тем не менее, мировой судья прислушался. Ходатайство потерпевшей стороны. Дело передадут федеральному судье, который и решит, отправить материалы обратно на дополнительное расследование или нет. В любом случае, дело, которое так и длится уже полгода, снова затягивается.